подъезжаем мы уже с никитой к нашему госпиталю здесь секрет хард это институт сердца детский госпиталь медикал центр мы едем на процедуру делать ботекс мой сзади нас там скорая едет здесь нам нужно на парковку так 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 нужно нам взять билетик потом этот билетик можно отметить в офисе в офис который приходишь и тогда будет стоянка бесплатная так где-то 2 2 доллара что ли или 300 так а здесь занята жалко как раз наше место так и здесь у нас для только пациентов с онкологией он машина выезжала мы проехали здесь есть место это мы на четвертый левел приехали никита запоминай так нам сейчас нужно посмотреть где а вот это нам нужен педиатрик сёрджери центр это левел ванн нажимай лифт вызывай здесь вот так интересно называется элеваторы star элеваторс значит звездный потом есть у них еще фиш рыбные элеваторы так никого нету так где у нас эл ванн нажимаем ванн вот она красивая здесь солнце давай сядь я тебя сфотографирую красиво детский господи сюда наверно на право поворачиваем а это разве кресло стоят чтобы перевозить людей после процедур так мы уже пришли это emergency наверно мы никуда вышли детки рисовали детские рисунки здесь различные напитки есть мы просто приехали не через тот лифт по которому мы обычно добираемся а вот она педиатрик все джери центр называется впереди он оказывается немножко забрел заблудились вот здесь посидим подождем людей никого нету так 10 часов у нас начинается процедура никита готов ботексу почти да никита приболел все мы что-то всю осень болеем болеем никак не можем выздороветь нужно сегодня эту процедуру делать так мы я уже показывал да что мы находимся в госпитале в детском отделении и мы приезжаем сюда каждые три месяца делать никита уколы ботекса если получится я там внутри немножко поснимаю когда ему будут делать эту процедуру вообще у меня уже есть такое видео два года назад я снимала для чего мы делаем ботекс так как бы немножко повтор но все-таки уже два года прошло что-то новенькое тем более многие не видели наверное это видео сейчас мы сидим ждем ждем наше время нас десять часов а сейчас сколько девять тридцать пять а если скул у 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 к покупки кстати по хорошая у тебя кровать правда узенькая до прошлый раз вроде широкая или такая же все готов а одесса будет мишки да как называется чтобы отвлекаться до готекса такая вот комната закрытая шторкой что нас никто не видел пока не вышли немножко так сниму здесь монитор компьютер полочки три стула здесь раковина зеркало салфетки перчатки же телевизор и кресло классная кресло качалка сидим качаемся ждем врача вот эту маску одену готов? ой! ой! Классная игра, да? Так, Никита, нормально? Уже отошел от наркоза? Ты что-нибудь помнишь? Помнишь? Чтобы он тренировался на осанку тоже хорошо. Никита, после процедуры сок принесли. Пока! Через месяц ты туда пройдешь. Окей, спасибо! Сок не холодный? Холодный, да? И печенье тебе тоже дали. Давай, я потяжу. Хочешь покушать, да? Потому что с утра нельзя было кушать. Никитка проголодался. Уже сколько? Уже 12 часов. Я уже Никиту одеваю, но хотела показать. Вот они, видите, делают уколы. Вот так в ножки. Потом заклеивает. И так вот везде. Приехали за нами специальный человек. Посадил Никиту вилчер и теперь прямо до машины довозят. Они всегда после процедур, после операций довозят прямо до машины. Так. I need a level 4. Это старый элеватор. Старый элеватор. Старый элеватор. Сзади вот на вилчер есть такой кислородный баллон. Если кто нуждается в кислороде, то тоже подключают и везут. Закончилась наша процедура. Все, нас довезли прямо до машины. Сейчас я в гараже нахожусь и мне нужно... Ой, а мне же в другую сторону, да, нужно. Это я, получается, наверх поднимаюсь. Ой, на этих парковках запутаешься. Я не в ту сторону поехала сначала наверх. Мне нужно вниз спускаться. А я куда-то вверх полетела. Вообще не люблю вот эти парковки в этих госпиталях многоэтажные. Я все время здесь путаюсь. Вот что значит, не привыкла к ним и никак не могу привыкнуть. Так. Сейчас нужно заплатить. Обычно вот во многих офисах после процедур они ставят там печать. И вот на такой талончик выдается. Ставят печать и, в принципе, не нужно потом за парковку платить. А почему-то вот именно в этом офисе, где мы делали эту процедуру Ботекс, там они нам не поставили печать. Никита там сзади сидит. Уже отошел, да, Никит? Уже хорошо себя чувствуешь? Какого? – Здорово. – Здорово. – Какого? – Это сколько? – У меня есть 5. – У меня есть 5. – Я больше 5. – Они переставляет сюда? – Нет, это сколько? – У меня сзади сидит? – Нет. – Спасибо. – В замке. Говорит, еще сегодня приедете? Нет, мы уже сегодня не приедем Но они здесь делают так, что можно Если ты там возвращаешься Какой-то талончик, что ли, дают Короче, везде по-разному Разные вот эти Их не офисы, это вот госпиталь большой И там много разных этих офисов Они везде по-разному это делают Где-то приходится платить, где-то не приходится Вот 3 доллара я сейчас заплатила за стоянку Но мы сегодня очень долго, очень долго были Сейчас расскажу про этот ботокс Зачем и почему его делаем Никита, ты нормально там, да? Каждые 3 месяца мы делаем эту процедуру, Никите Наверное, наш город смотреть Будем ехать и смотреть Значит, каждые 3 месяца мы делаем эту процедуру Уже в течение 2-х лет Уже даже где-то на 3-й год Да, потому что я 2 года назад здесь снимала Но, наверное, это было не первое уже видео на ботокс Ботокс мы делаем для того, чтобы Никите Снять вот эту спастику в мышцах Так как у него мышцы, особенно на ножках, очень сильно скованы То ботокс, он помогает снимать вот эту спастику Ну, все знают, да, что ботокс колется женщинам в основном При специальных процедурах косметологических Чтобы разгладить морщинки Но, оказывается, вот его тоже стали применять И вот при лечении ДЦП Также я уже слышала, что его также делают при лечении У кого сильная мигрень, сильные головные боли Прям в голову делают эти уколы И тоже снимают вот это как бы напряжение в голове Мышцы, головные боли проходят Так, наверное, я немножко не туда, да Мне нужно в другую вот линию встать В этом даунтауне так сложно ездить Тут светофор каждый, я не знаю, вот 50 метров Столько линий Так, это у нас одностороннее, да, движение получается Да, одностороннее Ну, вот такие вот процедуры мы делали Значит, на этой процедуре присутствовало 5 человек Я вот там немножко мне удалось поснимать Как бы всю процедуру Но я не спрашивала, можно, нет, как-то неудобно Может быть, они не разрешили бы снимать 5 человек Это доктор Женщина У нее хорошая практика Уже ей там за 50 лет Она уже давно делает эти уколы Ну, я так поняла, детям только Ну, может быть, еще там где-то практикует их Ее помощница Потом анестезиолог, который Никиты маску одевала И как бы тоже две женщины, как две помощницы Одна держала такой планшет специальный, который как бы отвлекает Ну, и другая тоже там помогала То ножки держать, то сажать его И сегодня Никиты первый раз сделали ботокс Они спросили у меня разрешение Сделали ботокс в спину Потому что у него мышцы спины тоже слабые И там сколиоз начинается Ну, как бы ботокс тоже помогает, как она говорит, расслабить эти мышцы Чтобы его сильно не перетягивало на одну сторону Ну, вот будем проверять Через месяц нам нужно прийти к ней И как бы сказать, видим ли мы какие-то улучшения или нет Там нужно специальный костюм брейсы носить Но она сказала, что все это очень трудно таким детям дается Потому что все это сжимает как бы части тела И не знаю, получится этот костюм носить или нет Но, наверное, брейсы нужно опять нам начинать на ножки ему одевать Чтобы выравнивать его вот эти ножки, стопу Чтобы спасти как бы пропадало Нужно постоянно, чтобы в брейсе ноги находились Но это тоже, знаете, это так тяжело Вот у нас сколько пытались мы эти брейсы несколько лет Вот еще спать в них получалось у него Но чтобы весь день находиться и ходить в брейсах Тем более в школу, ну, он вообще не может Так что посмотрим Кстати, у нас сегодня ночью выпал снег Вот сейчас уже, как видите, уже ничего И следа даже не осталось от снега Все растаяло, конец ноября Так, ну вот вроде все, что я хотела рассказать о ботоксе Так что если есть у кого какие-то вопросы Можете тоже спрашивать насчет нашей процедуры Ну, мне кажется, я так все рассказала Все, едем домой Что-то сегодня очень долго мы были Долго ждали врача Почти полтора часа, да, где-то сидели, ждали Нам дали переводчика Всегда дают переводчика Так поэтому мы хоть время скоротали Сидели, общались, разговаривали Хорошо А также хотела сказать, что эти уколы Так интересно они делают Очень маленький такой шприц Ну, вот как инсулин кому колят Вот такой тоненький шприц Тоненькая иголка И к шприцу подведены такой проводок И проводок подключен к специальному аппарату Который дозирует определенную дозу И поэтому как бы врач Она не может ни как бы Ну, ни больше, ни меньше сделать дозу Она не может уже этот аппарат все дозирует А вторая вот эта ее помощница Она ей там тоже помогает Дает, если там в шприце закончилось Допустим, это лекарство она снова наполняет Ей дает Ну, так вот процедура у них проходит Так, все хорошо они делают Быстро В этом кабинете То раньше нас увозили там в специальную Как бы Такую комнату, где операции делаются Но сейчас они стали делать это Вот сразу в предоперационной палате Ну, это намного лучше И раньше Никите делали наркоз Он там так долго отходил от него А сейчас они делают Как же он мне сказал Я забыла Этот азот, что ли это называется Ну, кислородная там какая-то маска Вот она одевается И он в таком помутненном как бы состоянии Находится Никита И в принципе не чувствует ничего Там неволи Это Но все помнит Да, Никит? Говорит, что все помнит Ну, вот такая вот сегодня у нас была поездка Ну, вот такая вот Ну, вот такая вот Продолжение следует...